коммуникации, ну общую картину я вижу а есть, к примеру, менеджеры и у них тоже эти фильтра настроены просроченные коммуникации человек у меня работал где-то там 50 с чем-то лет и я ему все время говорю, ну слушай, ну прозвони, там даже проект нужно посчитать люди ждут коммерческие предложения и он в какой-то момент, для того чтобы я его не дергал, просто начал не успел сделать, взял дело, удалил перенес его на недельку я общую картину вижу, все нормально, у всех работа, все хорошо, коммуникации закрыты а у него, как бы, процент заключения договоров на порядок ниже, чем у девочки 25 лет и я начинаю по нему, думаю, да почему, почему, почему у него такая, ну небольшая зарплата, почему у него такая маленькая прибыль и начинаю залазить туда и смотреть, как он делает потом захожу к клиенту, смотрю что он коммерческое предложение на строительство дома должен был подсчитать должен был отправить полтора месяца назад за полтора месяца назад клиенту может этот дом уже нафиг не нужен он уже ушел к другим клиентам и отдал 3 миллиона на строительство дома уже другим а этот человек берет, через 5 дней проходит эта коммуникация не успел, взял, удалил ее дальше взял, удалил ее дальше сразу мне не видно это, но при хорошем разборе видно, что он просто, блин, симулирует работу я даже не знала, что дела можно удалять да, нет, дела нужно удалять самая полезная функция вот так можно ты даже не знал, а их можно удалить они удаляют их нет, а на самом деле зачем я же говорю, что на самом деле СРМ-система и дела оно обезопасит как и руководителя в плане менеджера, так и менеджера меня всегда она может обезопасить ко мне не может быть никаких претензий потому что каждая коммуникация по факту закрыта и есть история клиента ну то есть вот, ну руководитель посмотрела отказ или там пропавшие без вести это те, которые перестали там отвечать но вот она видит отказ но ей иногда, ну, нет времени там заходить на историю клиента она мне копирует почту, говорит, почему? я же не помню всех своих клиентов я захожу в карточку клиента, копирую последний комментарий, отправляю ей ко мне какие у вас ну, ссылку на клиент, может быть просто вообще, комментарий просто вся работа в мегаплане, как бы и поэтому, если там удалять дела, как бы останутся пустые поля в пустое время, почему человек нет, если у нас настроен отчет, мы можем увидеть например, этот менеджер за сегодня нет, я к чему, как бы, говорить там, допустим, стоит человек, да делов в мегаплане идет всего 15% все равно, как бы, мимо проходит если за 100 и 100% видит там работать в мегаплане, тогда ты будешь видеть что нет, я всех достал да, вы что? нет, но у меня тоже, вы же видели, что у меня нет, ну так он уже не работает это понятно новый сотрудник, он все пишет там ну, кое-что нет, но вы тоже видели, да, что у меня в расписании дел есть просрочник есть такие клиенты до которых мы не добрались в руки не успели я этого не скрываю то есть, руководитель может зайти она прям видит, что у меня красного не горят она может спросить, почему ну, я соответственно отвечаю, да то есть, потому что там не успела и так далее потому что вот этому клиенту еще что-то не готово ну или прямо там, карточки клиента написал почему там тот и тот и тот да, да, чаще всего делаю так чаще всего делаю так то есть, открываю дело с каким-то комментарием что там не готов расчет этому клиенту и переношу его там на нас там через три дня и так далее вот, все ну, все здорово есть еще кому-нибудь вопрос? есть вопрос больше не по серекси а по работе в колл-центре вот клиенты, которые вам звонят ну, по лейнингу, да, когда приход клиентов хотят заказывать холодные звонки вот базы звонков, телефонные базы они представляют? нет, не всегда иногда собираем мы для заказчика а иногда заказчик предоставляет базу сам он обязан базу клиентов да, но базу клиентов он обязан предоставить самостоятельно только в том случае, если мы будем работать по физлицам потому что по закону Российской Федерации совершенно недавно колл-центры не имеют права самостоятельно собирать базы физлиц и беспокоить их соответственно если заказчик предоставляет базу свою и он еще за ней ответственность мы можем по ней работать а в плане юлиц исходя из запроса клиента исходя из его проекта мы для него собираемся и мы для него собираемся его аудиторию самостоятельно это не опубликованная реклама в интернете? нет, это может быть такие парсеры как Яндекс карты например, если клиент например, если клиент ну, есть у нас клиент мы называем его гробовщик на самом деле клиент занимается тем что он по опту продает камни то есть цветники, памятники соответственно мы можем собрать ему какую базу контактов мы можем собрать ему какие-то розничные там агентство по ритуальным услугам которые занимаются обстановкой памятника откуда мы его вытягиваем? я же говорю есть база Дублькис есть Яндекс карты есть база Росстат то есть налоговая служба где наши где все люди вид деятельности там указывают вид деятельности по коду Аплэд исходя из каждого проекта исходя из задач мы по виду деятельности выбираем ему целевую аудиторию все это мы делаем совместно с клиентом обязательно потому что никто кроме вас вам бизнес точно не знает так досконально как можем предположить мы соответственно мы общаемся с клиентом приходим к какому-то выводу и собираем для него базу клиентов вы в том числе заинтересованы собрать такую базу клиентов чтобы горячие звуки принесли клиенту побольше денег? конечно потому что был случай очень интересный в нашем полуцентре совсем недавно когда к нам обратилась девушка у нее фитнес-центр соответственно у нее физлица мы ей объяснили что к сожалению физлиц мы собрать не можем поэтому предоставьте ее нам самостоятельно эта девушка не предоставила базу текущих клиентов они купили эту базу в контактах и предоставили ее нам но самое смешное в том что у них потенциальная аудитория их целевая аудитория это женщины от 35 лет до 50 мы приглашали их на бесплатную диагностику чего-то там на бесплатный мастер-класс соответственно они предоставляют базу контактов и были очень возмущены тем что нет горячих ну то есть нет потенциальных клиентов а все было потому что они купили базу контактов пенсионеров еще и мужчин и здесь конечно очень важно понимать что как бы наш полуцентр какими бы профессионалами мы не были если целевая аудитория не та то здесь ничего не сделают ни операторы ни проект менеджер ни я как менеджер то есть здесь работа должна быть абсолютно совместной мы от самого начала с клиентом общаемся совместно как одна команда потому что оба заинтересованы в результате и по завершению проекта также совместно проводим аналитику и как бы ну ищем решения на самом деле проекты бывают самые различные и очень интересные и кстати с помощью Мегатаска сейчас будем реализовывать два проекта мы синтегрируем наши CRM системы к нам обратились обратился клиент который работает в своей CRM системе они там продают коробки микрофон и им очень важно чтобы наш оператор принимал звонки и вся информация отображалась в его CRM системе но наши операторы работают в очень узкой и в очень специализированной CRM именно звонили как мы ее называем поэтому вот сейчас будем интегрировать будет очень интересно и второй клиент мы с вами по-у-у-о-о-о-о-о-о